Добрый вечер! Я рад приветствовать вас сегодня из этой студии. И сегодня час пик для академика Станислава Сергеевича Шаталина. Здравствуйте! Здравствуйте! Станислав Шаталин, 60 лет. Родился в Ленинградской области в семье крестьянина. Окончил экономический факультет МГУ. Доктор экономических наук. Академик. В КПСА вступил в 1963-м. Вышел сразу после вильнюсских событий 1991 года. Один из авторов программы экономических реформ «500 дней». Президент Международного фонда реформа и финансового союза Шаталин и компания. Станислав Сергеевич, для очень многих людей в нашей стране, не только в нашей, я не беру специалистов в расчет, для них ваше имя давно известно. Вы стали один из авторов программы «500 дней». Шаталин, Явлинский. А вот скажите, сейчас прошло время. Почему тогда Горбачев отверг эту программу? Ну, вообще, конечно, я думаю, что лучше бы такой вопрос задать был Горбачев. Я думаю, что он более адекватно ответил бы на это. Я не думаю. Ну, я пытаюсь сделать свою гипотезу его поведения. Во-первых, скажу сразу, что не хотел бы, чтобы программа «500 дней» – это честное и короткое признание – рассматривая, как некто экономический и политический бестселлер, выдающийся работа, который перевращивал мир. Нет, это был хороший, взвешенный экономико-политический манифест, я считаю, демократических и междунациональных сил, который мог бы, мне думается, этюдными ходами обеспечить эволюционный, нормальный переход нашей экономики на рельсы подлинного рыночного демократического развития. А если говорить о том, почему Горбачев это не принял, как бы это ни приятно слышать Михаилу Сергеевичу сейчас из моих уст, я думаю, что он просто неверно оценивался ситуацию в стране, и политическую, и междунациональную. В целом, неправильно оценивал ситуацию. Он считал, моего глубокого убеждения, что правоцентристы, особенно право, и в то время существенно сильнее раздробленных демократов, раздробленных центристов, может быть, и были для этого объективные поводы, так считать, но если было бы посмотреть серьезно, фундаментально, на реальное соотношение сил, то есть КГБ, армию ЦК, КПСС, партию, все силовые структуры и так далее, и так далее, мое глубокое убеждение, что тогда он и страна стояли не на ничью, а стояли немножко лучше. Он не оказался в данном случае чемпионом мира по политике и экономике. Поэтому, я думаю, он считал, что он цейт плохо, и что нужно сделать такой ход, который потом позволит дать возможность дополнительного маневра, а цейт нотящий был страшный, маневра не нашел, правый прибили. Вот короткая моя гипотеза его победения. Очень коротко и точно, с моей точки зрения. А скажите, сейчас кто стоит хорошо, вот пользуясь вашей терминологией, Ельцин и правительство стоят хорошо? Ну, я скажу так, что вообще я власти хвалить не люблю, это, так сказать, мое генетическое начало, и всегда, и сегодня, простите, уже говорил об этом кому-то другому, что я всегда отхожу из того, что власть нужно упрекать презумпции виновности, и задача власти стоит в том, чтобы каждый день всем нам доказывать, что она не виновна, что она имеет право называться властью, что мы избрали ее не зря, что она управляет нами заслуженно, что, в общем-то, она, так сказать, должна иметь моральное право по-другому подумать о формуле. Народ заслуживает и не заслуживает того правительства, которое он имеет. Ну, в целом, если все-таки говорить, мне кажется, что сейчас, ну, сказать, что мы стоим на победу, по крайней мере, в краткосрочном смысле, я бы не стал, потому что слишком было бы шелотанца, с моей точки зрения. Но я думаю, что градиент, направление движения выбранно правильно. Конечно, могу сейчас говорить о том, что были вот какие-то события, я не буду говорить какие-то, что мафия, коррупция, много идет не так, много правительства делает ошибок. Все это верно, и я считаю, что правительству и президенту нужно критиковать за эти шаги. Но в целом, направление движения выбрано правильно. Я думаю, что постепенно мы будем избавляться от гримас нашей, прямо скажем, сейчас еще не блестящей жизни. Просто я не призываю народ терпением, но призываю понять, ничего в одночасье, особенно в такой странище, как наша, не происходит. Задача правительства, задача президента, и моя задача, и ученого, и президента фонда реформы, состоит в том, чтобы все неизбежные ошибки минимизировать. Ничего другого честного народу объявить нельзя. Все остальное будет обманом, очередной ложью, враньем, лозовым призывом. Амикас, народ этим цитатом. Я благодарю вас, и в продолжении нашей беседы одна ваша цитата. Будьте добры. Президент начал выпускать большими пакетами указы. Их выйдет много за год. Однако, хотя правительство постоянно говорит в последнее время о наличии экономической программы, все-таки понятной народу стратегии и тактики проведения реформ пока нет. А без этого делать серию указов не очень логично. Труд 22 июня 1994 года. Вообще многое то, что делается, особенно в экономике и в политике, у нас наверху, вряд ли поддается логике, вот если наблюдать со стороны. Или вы все-таки прослеживаете логику в принятии каких-либо указов президента и решений к правительству, направленных на экономическую стабилизацию? Во-первых, я хотел бы сказать сразу вот о чем. Действительно, я подтверждаю свою цитату, у правительства последовательной, понятной народу программы экономических преобразований не существует. Как вы считаете, почему? Хотя формально, формально. Эта программа была принята, забыл, по-моему, в 93-м году в августе, потом корректировалась, сейчас были дополнительные решения. Формально вроде программы нет. Почему? Вы знаете, вот чем была хороша программа 500 дней, хотя на дне издевались. Но мы специально делали так, чтобы подставить под себя, под штыки общественного мнения. 500 дней. 100 дней президент делает то-то, 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 то-то. 250 дней мы, ну, понятно, да? Делается то-то, то-то. Не сделали? Будьте добры, ответите. Кто не сделал? Почему не сделал? Абсолютная четкость и ясность. Ясность. Что? Кто? Когда? Я не хочу сказать, что. Я не хочу сказать, что. Ну, они сказали, что у нас было написано так, все механизмы, как. Хотя механизмы были не очень глупые, продуманные механизмы, для того, как эту программу реализовать. Я не хотел обвинить наше правительство в том, что оно занимается злонамеренными действиями и не хочет обнародить программу для того, чтобы его контролировать. Народ достаточно умен, мы тоже, так сказать, не, как говорят, ну, я не хотел бы сказать, у меня пришло хорошее слово, не тем-то деланное, так? А, понятно. Вот, тоже что-то соображаем, так что народу тоже кое-что можем объяснить по поводу того, что правительство делом... А, кстати, к вам обращаются при подготовке указов экономических каких-то? Обращаются, да, обращаются. И я должен сказать, что вот в тех указах, несмотря на то, что мы их критиковали, именно за то, что они пока еще не вкладываются в рамки некоторой достаточно продуманной тактики и стратегии, достаточно продуманной, подчеркиваю, не хочу обвинять, это было мне корректно. С моей стороны считаю, что у правительства вообще ничего не продумано. Это некрасиво и непрофессионально, и неправильно. Это критиканство, а не позиции человека, который должен оценить серьезные шаги. Но все-таки, если будет больше ясно концептальной линии этого поведения, тогда указы президента очень часто направлены на делу, и мы их... И абсолютно логичны. Ну, абсолютно логичны. Логичны ситуации. Они достаточно адекватны той ситуации, в которой мы сейчас живем. Я скажу, что вот даже, несмотря на то, что наш доклад, фонды и отделения экономики подвергли довольно жестокой критике, одни силы поддержали, другие силы, я должен сказать, что и правительство, и президент в своем послании к Федеральному собранию и Госдуме, ну, как мне хотелось бы думать, использовал во многом те выводы, которые существуют. Скажу коротко очень, например, о необходимости адекватного государственного регулирования рыночных отношений. Нет ни одной экономики в мире, российской тем более, в котором можно построить некий свободный, неолиберальный рынок, и, где говорят, чем меньше государства, тем лучше. Потом, потом, потом. Возможно, будет и так. Я хочу на секунду вас прервать и показать один из элементов рыночных отношений, присущих нашему обществу. Будьте добры, реклама. Дорогие, Мария и Рита, теперь я точно знаю, как я буду дальше жить. График просто благосостояния семи Голубковых неправильный. График направления инвестиций семи Голубковых верный. Вместо мебели я купил путевки в Америку, съездил, посмотрел, как там живут люди. Там живут хорошо, потому что работают. Мария, я так же, как и вы, решил открыть свое дело. Выкупить свой старый эскаватор, купить ему запчасти, отремонтировать его. В феврале куплю тренер и буду зарабатывать деньги. Как вы думаете, получится? Си, си, кто на вас забегу не получил? Хороший он парень, подумала Мария. АО МММ. Ну вот хороший парень не сомневается, как ему двигаться дальше. У него все так, во всяком случае, на бумаге просчитано. Молодец Лондон, конечно, это не российское изобретение. Весь мир, включая Америку, Францию, Великобританию, проходил своих. Лени Голубков, Джонов Ллойдов, многим будут, так сказать, управлять. Дело в том, что у него тут есть хорошая одна фраза. Вот если он работать будет, тогда будет работать. Вот тогда действительно и компания МММ, и другие компании будут серьезными. Мне не хотелось бы сейчас что-нибудь больше комментировать по поводу компании МММ. Я недавно стал президентом финансовой компании, финансовой социальной компании. Поэтому в этом смысле выступаю уже конкурентом МММ. Поэтому уже здесь появилась корпоративная солидарность, в том числе и с компанией МММ. Скажите, Станислав Сергеевич, а кто вас подтолкнул к такому названию? Вот МММ, но вроде три буквы и все. Да? Обезличены что-то. А когда вы свое имя присваиваете, Шаталин и компания, это же огромное ответственность. Ладно, во-первых, я скажу, что я вообще, конечно, не считаю, что я самый скромный человек. И что такое финансовый союз вообще? Да, во-первых, что такое финансовый союз? Финансовый союз – это органическое единство банка, президентом которого, простите меня, я тоже являюсь. Прощай. И публика, публика, публика должна знать. И одновременно это инвестиционная фирма, которая пытается показать, как нормально, ну, может быть, по тем графикам, которые сейчас рисовал Леонид Голубков, вкладывать деньги не в гигантские проекты. Мы слишком еще не дошли. А какие проекты вы собираетесь? Мы собираемся вместе, нам в этом очень помогает Мэй Московская, вложить довольно большое количество в лесу строительства первое здание в московском сити, что-то в московском. То есть строительство? Именно строительство. Именно строительство. И мы бы думали, это хороший, быстро окупаемый проект. Он уже находится в хорошей стадии подготовки. Мы сейчас хотим сделать такой, знаете, тоже полустроительный проект. Что-то магазин для магазинов. Представляете, мощный оптовый склад и магазины розничные для этих, для таких, для таких, для таких переоборудов, сделать это на современный манер. И еще ряд других проектов. Мы готовы. Мы им не предлагаем, конечно, деньги тысячепроцентные, простите, таких денег. В нормальной экономике не зарабатывают, если не воруют очень так ловко. Так мы предлагаем более нормальные условия. Ну, 22% годовых валют. О, это... Нормально? Нет? В мире это группа риска. Так, в мире вы правы. Это вообще считают. Меня тоже, наверное, человеком не очень в этом смысле. Ну, честным. Это пять раз, четыре раза. Больше, чем платят в мире по таким вкладам. Но по нашим условиям... Что касается имени, ну, не я его сам давал. Так, и Влад Коварьев откровенно. Мы знаем друг друга не первый день. Если бы это была халтура, если бы под это не было фактуры, если бы не было вот этого, ну, конечно. Я благодарю вас. 60 лет ставить на карту своё имя человек, который дожил до пенсионного возраста. Я благодарю вас. В продолжение ещё одна ваша цитата. Прошу. Я уверен, что ещё долго наша экономика будет заложницей политики. Точнее, политиканства. Потому что само слово «политика» предполагает высокую политическую культуру. А её ещё нет в нашем обществе. И любой наш успех в экономике, любое наше продвижение в этой области будет означать, что экономика всё сильнее освобождается от политического ига. Но нам всем придётся ещё не раз попотеть, чтобы началось какое-то движение вперёд. Однако то, что оно будет, для меня несомненно. Неделя номер 18 за 93-й год. Но это, по-моему, нереально, чтобы политика совсем не влияла на экономику. Конечно, нереально. Конечно, политика очень влияет на экономику. И если так по-честному оценивать нынешнюю ситуацию, мне кажется, что в политике мы сейчас продвинулись больше существенно, существенно, я подчёркиваю, чем в экономике. Я не хочу сказать однюю, что у нас нет ещё политической гримасы, что у нас нет ещё политической культуры. Всё ещё, все ещё эти отрыжки нашего политического бескультуры существуют. Но всё-таки, мне кажется, постепенно политический корабль... Знаете, я в одном месте, я уже не помню, где сейчас, простите меня, в последнее время мне приходят... Ну, в связи с тем, наверное, так уже бывает. 60 лет. 60 лет. Я вас поздравляю сегодня. Говорить, повторяться. Я сказал, что мне кажется, ну, что-то образ не очень хороший. Политическая пьянка так постепенно заканчивается. И как-то политика уже начинает понимать, что они, в общем-то, действительно за что-то отвечают. И должны понимать, что политика – это дело серьёзное. Будет здесь стабильность? Глубоко убеждён, что экономическая стабильность не за горами. При той политической ситуации, которая была, думать о каком-то выходе из фундаментальнейшего, глубочайшего экономического кризиса, было бы просто быть авантюристом. С вашей точки зрения, извините, Санислав Сергеевич, кто придёт вместо Бориса Николаевича, если вдруг Борис Николаевич не захочет баллотироваться в 1996 году? Я, Михаил, дал такие прогнозы. Могу сказать одно, что, вообще говоря, конечно, слова начнут безальтернативности и так далее. Они знакомы, слова с давних-давних времён, которые перешли к нам ещё от большевиков, от большевиков, Плеханов, Ленин. Ну, не буду повторять весь этот ряд. Но если не захочет, мне не хотелось бы, при живом президенте, говорить такие слова и называть какие-то другие фамилии, и исходить из гипотеза, вдруг его не будет, кто-то будет. Могу сказать только честно и абсолютно откровенно, я не вижу ни одной адекватной политической фигуры на пост президента, за которую пошёл бы голосовать с чистой совестью. Сегодня. Благодарю вас. И сейчас вам предстоит ответить на вопросы телезрителей. Прошу. Итак, вопросы зрителей. Прошу ваши звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Сергеевич, мне кажется, что сейчас политики поделились пополам. Одни говорят, что у нас всё хорошо, что нет никаких проблем, а другие наоборот, уверяют, что всё рушится, что всё ужасно. А если кто-нибудь, кто не говорит, а занимается конкретным делом, предлагает конкретные решения, спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, я думаю, что такое деление политиков на УРАП... Ну, достаточно условное, конечно. Как говорил Стендель, делаем не в цветах, а в оттенках. Поэтому есть и УРАПатриоты, и люди, которые хотят качать, что у нас всё плохо, всё тонет. И я не думаю, что, так сказать, наши политики не занимаются какими-то конкретными делами. Мне кажется, что, я повторяю в данном случае, что политический угар политиканства проходит. Остаётся ещё политиканство, но всё больше и больше. Политиканы, бывшие политиканы некоторые, не буду говорить, кто это, было бы с моей стороны некорректно, постепенно уступают сами, себе, в своём собственном образе. Уступают место более-менее ответственным политикам. Поэтому я не приемлю. Не то, что у нас всё великолепно, всё хорошо, ничего не нужно менять, это глупость, это только будет мешать и власть, и всем. Ну и говорить, что всё ружатся, всё летит, это не серьёзно. Надо, вообще моя позиция такая, хватит критиковать власти. Хватит. Надо работать. Надо вам. Другого, дорогой мой. Надо работать. Вы делайте, ну как мне кажется, я смотрю вашу программу, честно, своё дело. По-моему, неплохо. Я стараюсь по возможности делать своё дело. Не знаю, не буду, пусть другие оценят, плохо или хорошо. Если мы будем всё время складываться на ельцам, на черномыр, лужков нам картошки не даёт, да, ей-богу, мы всю жизнь будем говорить, что у нас плохо, что мы идём в трам-трары, в прописи и так далее. Пришло время начать быть людьми. Отвечать за свои деяния, отвечать за себя. И вот власти и должны, прежде всего, создать такие условия, чтобы каждый, каждый мог найти своё место, которому дано Богом в этом мире. Каждый должен, мы должны решить задачу о назначении каждого человека. Ну, таких идеальных обществ не бывает, но это максимум, к которому нужно стремиться. Никто не даст, правильные слова пели, никто не даст нам избавление, ни Бог, ни царь, ни герои. Другое дело, чтобы потом мы сделали богов и царей, героев, а не в опять царей и так далее. А Слава, правильно? Сами себя не спасите. Прошу, пожалуйста, ещё звонок. Добрый день, я хотела бы узнать, у Станислава Сергеевича можно было бы избежать скандалов о ММН? Спасибо. Если вы вступите в союз финансовой социальной компании, никаких скандалов, опять повторяю, не хочу критиковать моих коллег по МММ, находя правильный. Итак, следующий задок. Наверное, я нарушаю указ президента о рекламе. Да, но вы не даёте там котировку акций. Прошу. У Академика Шаталина есть запаси ещё какие-нибудь 500 дней, ну, чтобы спасти как-то Россию? Спасибо. Могу сказать так, что не знаю, сколько мне бог дал после 60 лет. Нет, ну имеете в виду программу, а не 500 дней прожить. Ладно, я уже под старых, конечно, стал уже, а так немножко плохо собрался. Это кокетничество. Я понял, о чём меня спрашивают. Никакой программы спасения России у меня не существует. Я один из тех, который готов в дружных рядах политиков, экономистов, профессионалов, политологов, юристов, кимиков и так далее делать одно общее дело для того, чтобы спасать нашу великую, многострадальную Россию и её великий народ. Я благодарю вас, я желаю вам здоровья и ещё не 500 дней, а 500, 500, 500, ну, сколько вы себе отведёте на этом свете, чтобы вы были счастливы и здоровы. Спасибо вам огромное. Спасибо. А я прощаюсь с вами до завтра. И завтра в этой студии человек, который, ну, наверняка многое знает о ценных бумагах. Это президент акционерного общества ДОКО Хлеб Владимир Довгань, кстати, который делает дело. Всего доброго, до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова